Милиция шукает троих витебских подлетков, юнаков 18 и 16 годов и девчонок 15 годов. Яны пошли в школу 7-го соковика и до молода этого часу не вернулися. Усе дети сашмадетны семьи Дивиных. Батьки одразу ж заявили у Кастрычницкий Раус, обзникнений сынов и дачки. Наш корреспондент Инна Киренкова накировалась в 44-ю школу, где учились дети, и попробовала доведаться, что могло стать причиной здоровья. Для наставников и одноклассников возникнение Руслана, Тимура и Кати стало саправдным шоком. С ранку 7-го соковика их бачили в школе. Сябровки навод поспели сустреться и поговорить. Я одноклассница Дивиных, Тимура и Кати. Я с Катей очень дружу, она всегда веселая, добрая. 7-го числа мы с ней встретились в школе, поздоровались, начали разговаривать. Она была по настроению, как и обычная, но ничего такого я не заметила. Тимура и Катя учились в одном классе, з ними поддерживали добрые сябровские отношения. Такий же был их старейший брат Руслан. У этой школы он пришел на два годы позднее, в 2014-м. Одноклассники его ведутся как доброго и надейного сябра. Старался учиться, никаких свободств взаим не назирались, как и с боку его молодших братов и сестров. Мы с Русланом общаемся довольно так неплохо, учимся в одном классе. Он больше был скрытным человеком, но однако общался вместе с нами. Старался выделиться как-то. В основном на уроках он старался отвечать, даже если у него не получалось. Он находил множество способов, чтобы общаться, поддерживать общение. Дивины были вельми дружные помеж собой. Зауседы трымались разом, на пираменах гуляли у настольный теннис. Буквально две недели назад они выиграли районные соревнования за школу, а после этого стали вторыми в городе. То есть абсолютно нормально все было. Буквально в субботу в прошлую в школе было большое мероприятие, на котором они присутствовали. Их все видели абсолютно счастливыми, нормальными. Как говорится, точно ничто не предвещало беды. Дети были всегда заняты делом. Это однозначно. То есть не было такого пропуска в занятии, так вот, чтобы не санкционировано где-то что-то. Ну, абсолютно. Я не могу ничего сказать, кроме того, что вот... Ну, открытый такой, открытый, абсолютно прозрачный такой вот ребенок. И с семьей у меня... Дело в том, что второй год, вот он у меня, с 10 класса. Как бы так, неожиданность полнейшая, полнейшая. Мы, конечно, сказать, что в шоке, это ничего не сказать. Ведомо, что с собой подлетки взяли гроши и пашпорты. Мобильные телефоны покинули дома. У той же день с 7-го сахковика батьки забили тревогу и звернулись в милицию. Правоохоунинги распочали пошуковые мероприемства. На поиски ориентирована милиция не только Витебской области, а всей республики, а также коллег из приграничных регионов Российской Федерации. Отработаны на данный момент контакты из их телефонных книг, кассы железнодорожного и автовокзалов. Уточнена иная информация, которая предоставляет определенный интерес для правоохранительных органов. Усе ориентировки на пропавших детей отримались у працовники патрульной службы, которые ожидают оховую громадскую аппаратку на территории в области. Пошуки подлетков протягиваются.